Почему на этой парусе лагеря не садится на диет, а наоборот ходит в магазины выпечки? И какой новый мировой успех прилетел к победителям с еврою 18-го года? Об этом и поговорим, но пока что долгожданная заставка канала всеми любимая и шокирующая. Спустя три месяца после победы на Евровидении Нэта Борзилай покорила США со своей песней той, что переводится как «Игрушка». Она попала на первую строку журнала Billboard. При этом Нэта Борзилай опередила даже самого Энрике Иглесиаса и раскрученную группу YouTube. Да ты шо? После победы на Евровидении Нэта Борзилай добавилась всяческих выступлений. И концерты, и телеканалы, и те же интервью для многих мировых изданий. Еще одно достижение песни той стала самой продаваемой песней в интернете в iTunes. О май гад! О май гад! О май гад! Причем по словам Нэты Борзилай о том, что она стала лучшей в iTunes, она узнала как раз, что в США. Выступала там, пела и пришла смс-ка. Та самая долгожданная и просто порадовала ее. Нэта говорит, что год был просто невероятный, просто суперский. Но впереди новые рубежи. Я напомню, что благодаря тому, что Нэта Борзилай выиграла Евровидение в этом году, в следующем оно должно пройти в ее родной стране, в Израиле. При этом раньше были вопросы по организации. Тот же телеканал КАН просил у премьер-министра 12 миллионов евро за проведение конкурса. А вот чиновники все-таки сказали, что деньги и так есть у канала. Ничего не дадут, и если не будет Евровидение, не будет канала. Ну что вы, с ума сойдете, если вы отдадите законные нам? Ну у нас 10, подавитесь, возьмите 8. 9 возьмите. Ну один оставьте, у вас есть совесть. Ну и последок, милый кадр, обратите внимание, Нэта Борзилай в магазине выпечки. Вот так вот она берет кекс. Вот такая вот Нэта Борзилай набрала 40 тысяч лайков. Идет бурнейшее обсуждение. Кто говорит, почему она не садится на съезде? А кто-то пишет, что правильно, потому что она естественная, она такая, какая она есть. Действительно, жизнь одна, там, глядишь, не дадут, если хочется вкусняшек, тех же кексиков, почему бы и нет? У тебя, знаете, есть такой анекдот, французская диета, говорит, как похудеть? Так, на завтрак секс и кекс, в обед секс, вечером секс и кекс. А девушка говорит, а если не помогает, что делать? Говорят, убрать мучное. Вообще, конечно, кушать нужно в меру. Действительно, нужно беречь наш организм и те же суставы. Действительно, когда больше вес, труднее им. Инстаграм у Нэта Борзилай очень яркий. И самая популярная фотография, пожалуй, с языком. О, за льва. Слизисто кровью омылась, увлажнилась. Друзья, а что вы думаете по поводу нового достижения Нэрты Борзилай? Как вам победить в Европе Дня этого года? И вообще, как относитесь к вкусняшкам? Да, вот к каким-то выпечкам и так далее? Пишите в комментарии. Будем обсуждать. Впереди же на этом канале самое свежее видео. Интриги, расследования, разоплачения, которые мы с вами обсудим вместе. Я напомню, что каждый из вас может попасть в свежее видео. Летом нужно в первой пятерке. И писать привет под этим. Если же не знаете, что писать, так посмотрите, что пишут люди. Будет проще. Привет Натали Слепченко. Она пишет, что высказание Меловина было просто на высшем уровне. Что уж поддерживать. Если кто не видел это видео, посмотрите. Также привет Софье Гайшук. Она передает пламенный салют всем, кто смотрит это видео. Привет Меловинаторам от Melovin Love. Также Анна Ковылина передает привет Меловинаторам и желает счастья. Спасибо и тебе. Всего самого наилучшего. Ну и Артем Соколов передает привет Меловину и Никите. Что ж, большое спасибо всем, кто досмотрел это видео аж до этого момента. Вы знаете, у меня разряжается фотоаппарат. Записываю с двух дублей. Но все-таки я рад и счастлив. И надеется, что у меня появится вторая батарея. Это говорит о том, что мы с вами выйдем на новый уровень. Счастья, любви, только хорошего настроения, позитива. Никогда не грустите. Один раз живем и не скучайте. Добавляйтесь в ВКонтакте и в Инстаграме. До новых встреч. Будет много великих побед. Будет много мира на свет.